Сургутский поисковый отряд «Север» в Республике Крым. Они нашли и перезахоронили около 500 советских солдат. 120 бойцов удалось опознать и сообщить родственникам о месте захоронения. Любой элемент, который позволяет идентифицировать человека с историей 80 лет, то есть найти корни, как, зачем, почему, и конкретно сказать, что судьба солдата полностью установлена, вот это, наверное, самое ценное во всей этой работе получается, что реально никто не забыт В Нижневартовске началась пора генеральной уборки. Город готовят к празднованию Дня Победы. Сотрудники коммунальных предприятий после зимы наводят порядок на газонах, тротуарах, автомобильных дорогах и во дворах микрорайонов. Собирают старую траву, убирают мусор, который накопился за зиму под снежным покровом, а еще моют и готовят к покраске остановочные павильоны и начинают возвращать на улицы города скамейки и урны. Кроме того, ежедневно ведется уборка уличной дорожной сети Нижневартовска. Поливают полотно, очищают от снега и песка, собирают и вывозят мусор. У нас будут приведены в порядок, это бордюры будут окрашены в белый цвет, будут заборы у нас почищены, покрашены, то есть будут приведены в соответствие. В очередном порядке у нас это уборка улиц от мусора, где будет проходить бессмертный полк. Журналисты медиахолдинга «Югра» стали победителями и призерами регионального творческого конкурса «Думать по-югорски». Его проводит Окружная Дума. За лучшее освещение работы депутатов авторам вручают премии благодарности за вклад в развитие югорской парламентской журналистики. В этом году на конкурс прислали 129 материалов от авторов газет, корреспондентов телевидения и интернет-изданий из разных уголков округа. Так, дипломы и награды получили шеф-редактор отдела информ-программы ТРК «Югра» Василий Сысуев, коллектив редакции информационно-развлекательных программ, а также авторы газеты «Новости Югры» Алексей Нейман и Есена Билипин. «Скажи, Олег, как, Нейман он или Нейман?» «Да нет, я тебя про Неймана спрашиваю. Нейман он или Нейман?» «Да вот хер знает, блин». «Хорошо, да». А также авторы газеты «Новости Югры» Алексей Нейман и Есен Абелькенов. «Из представленных на конкурс работ можно, по сути дела, составить летопись работы Думы автономного округа и понимая, что и вам, и нам, депутатам, тоже бывает непросто. Есть решения, которые направлены на развитие, есть достаточно сложные решения, иногда непопулярные. И обо всем этом нужно рассказать и телезрителям, читателям». Четыре года и штраф до миллиона рублей за осетра. Такое наказание грозит рыбакам, которые решат отловить краснокнижную рыбу. Серьезная уголовная ответственность предусмотрена из-за других речных обитателей, а также за незаконную охоту. Весенний сезон только начинается, природодзор и рыбоохрана готовы к выявлению нарушителей. При силовой поддержке Росгвардии они патрулируют реки, леса и озера. Работа приносит реальные результаты. Так, в прошлом году проверили более 3000 владельцев оружия, осмотрели более 200 охотничьих избистанов, свыше 150 маломерных судов в акватории Иртыша и Аби. За прошлый год было предотвращено, выявлено около 300 нарушений. Соответственно, были в том числе выявлены 7 уголовных дел, возбужденные нашими коллегами. Изъято около 10 тысяч метров орудий лова незаконных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова